Всем привет, зрители и подписчики канала Ирик Антона, и сегодня очередное испытание подбора команды. Мне, конечно, дико мозолит Садио Мане, который просто мне реально, блин, так его хочется взять, хотя бы в аренду, и в принципе в аренду-то я могу себе его позволить. И, наверное, в аренду все-таки я его возьму, хотя и редкий здесь должен быть очень большой, аж целых 82, я еще подумаю. Ну, такого мне, конечно, нельзя, и поэтому я хочу закончить уже все основные ИПК, которые даются в самом начале игры, ну, не считая лиг, потому что лиги мне, в принципе, вот эти не нужны. Вот, и мы идем выполнять гибрид лиг и стран, и первое это мастер-головоломок. Довольно непростой ИПК, с которым мне пришлось повозиться, здесь нужно три гражданства, лиги строго две. Гражданство я использовал Винселу, соответственно, Бразилию и Испанию, лиги использовал Испанскую и вторую лигу Испанскую. У игроков, из одной стороны, должно быть не более четырех, и из одной лиги не более шести. Вот. Общая летняя команда 77, минимальная сыгранность 100. Я уложился в копеечку, потратился, я скажу вам, прилично. То есть, несмотря на то, что тут есть несколько игроков, которых не покупал я, да, все равно я еще где-то там ошибся. Где-то, ну, тысяч по 10 здесь точно мне обошелся состав. На самом деле, вот копишь-копишь игроков просто немерено. Ну, в итоге от них особо какого-то, ну, прям такого глобального выхлопа не получаешь. Вы можете посмотреть просто, какой у меня перечень. Давайте посмотрим даже, сколько у меня страниц игроков. На каждой здесь сколько игроков? 10 где-то, да? У меня просто сотня, сотня различных игроков. Сотни, где-то больше сотни. Больше сотни различных игроков. Давайте выставим его на трансфер. Покупал я уже для какого-то ИПК, что мне не понадобилось. Ну что, открываем. За это получаем золотые премиум игроки. Подтверждаем наш ИПК. Сейчас, кстати, идет в FIFA тема под названием Обратите внимание, да, поддержите любые летние трансферы, предметы. Обратите внимание в игре до 9 октября. Я, честно, не знаю, что это за предметы. То есть, что золотой набор купить. Непонятно. Давайте открывать. Золотые премиумы, кстати, ничего себе. Золотые премиум игроки. 25 тысяч монет стоят. 25 тысяч. Блин, лучше бы я продал этот набор. Я еще, кстати, думал. Потратить поинсы свои, либо деньги на этот набор. Я понимаю, что вы можете просто взять его в ИПК, да, потратив 1010, вы в любом случае экономите. Даже там можно меньше потратить. Это я там как бы потратил десятку. Там можно, я думаю, и за 6 сделать все. Все. 25 косарей. Ну, поехали. Надеемся на информу и волкаут. Давай. Давай. Ну, беги. Беги, родной волкаутик. Ну, столбы. Нет, столбов нету. Ну, хотя бы англичанин крутой. Канадец. Йокраны бабай. Все, ребят, это просто шляпка. Это просто канадец из Бешикташа, да, это, по-моему, Бешикташ. Ну, это жесть, ребят. Это дикая жесть. Канадец из Бешикташа. Это жестко. Эти все я пока оставлю, да, в надежде, что они мне понадобятся для ИПК. Тел у меня, видимо, задвоился. Давайте посмотрим, сколько он стоит. Да, стоит он, конечно, копейки. Серебряный мне тоже игроки особо не понадобятся. Да, многие говорят, оставляю, но по ФИФАСе. В 2018 я оставлял много игроков вот так же. И в итоге они у меня валялись, валялись. И потом мне просто все это надоело. Я их просто напродавал. Но мы понимаем, да, что игрок из Бешикташа, он не может стоить дорого в априори. Ну что, ничего нам не попалось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В любом случае ИПК пройдено. Давайте посмотрим, что там еще дают за ИПК. В принципе, за данные ИПК я получу просто 12 тысяч монет, что не очень-то интересно. Ну а внутри ИПК будет 1000 монет плюс 1500, редкий золотой набор. Набор редких игроков будет. И меганабор. В принципе, да, за это стоит побороться. Ну что, всем пока. И увидимся на полях FIFA 18. Спасибо.